Не так давно у меня на канале вышло видео про один из лучших рун-серверов на этой планете. Голландский Grim Audio MU1, фанатично сделанный легендами аудиоиндустрии. Посмотрите это видео, если еще не видели. Там я рассказываю, кто эти парни такие и насколько они безумны. А они безумны, ведь это один из них, соавтор стандарта AES-EBU. Так вот, помимо прочего, я там сказал, что этот рун-сервер во многом разрабатывался под родственные активные колонки LS1. И вместе эта пара создает законченную ультимативную систему, которой больше ничего и не нужно. Только ваши деньги и интернет. Так что, друзья, перед нами одна из самых минималистичных, но не маленьких, систем класса Ultra High End в мире. И сейчас мы пристально заглянем в самые потаенные ее интерфейсы. И так, у нас с вами сетап, состоящий из цифрового транспорта MU1. Это цифровой источник без аналоговых выходов. MU1 не умеет сам преобразовывать цифру в аналог. Ему требуется внешний цифроаналоговый преобразователь, то есть ЦАП. Однако, в нашей системе только два компонента. Это транспорт и акустика. Больше ничего. И самое интересное, это то, как устроена эта акустика. LS1 это относительно компактные колонки. Формально, это двухполосники с широким, но очень неглубоким корпусом, сращенным с массивными ногами, которые еще и закругляют этот корпус, уменьшая переотражение. Это достаточно необычное решение, потому что чаще производители стараются сделать именно фронтальную панель более узкой, чтобы минимизировать отражение. А здесь вот голландцам удалось рассчитать корпус с широкой фронтальной панелью и небольшой глубиной. Всего 16 сантиметров, друзья. Забегая вперед, скажу, что сомневаться в этом решении не нужно. Все действительно просчитано этими безумными фанатиками из страны, где зелень разогревают в микроволновке. Так вот, в корпусе мы видим два динамика. Знаменитые драйверы CIS XL. Мидвуферы с магниевым диффузором диаметром 20 сантиметров. Один из лучших мидбасов на рынке. И купольный твиттер этой же серии. Оба этих динамика находятся в закрытом корпусе. Никаких фазоинверторов. Но не это самое интересное, конечно. И это не совсем двухполосные колонки. Совсем не двухполосные. Если посмотреть на основание, то мы увидим еще один изолированный закрытый ящик встроенного сабвуфера, построенного на базе 25-сантиметрового вуфера Peerless. Как видите, этот драйвер направлен вертикально вверх, что тоже довольно непривычно. В общем, у нас здесь то ли двухполосные колонки с двумя сабвуферами, то ли трехполосные колонки. Считайте, как вам больше удобно. Тем не менее, не это самое интересное и удивительное в этой акустике. Голландская аудиофильская выдумка зрит глубже и идет дальше. Как я сказал в самом начале, это активные колонки. То есть, внутри там установлены усилители. Очевидный плюс активных колонок в том, что они обычно имеют пополосное усиление. Таким образом, на каждый динамик приходится по своему собственному усилителю, работающему исключительно на один свой драйвер и отправляющий на него ровно тот участок полосы частот, что ему требуется. Особенностью и в некотором смысле недостатком всех активных систем многие аудиофилы справедливо считают использование упрощенных встроенных усилителей. Однако, сразу скажу, что все это точно не относится к этим системам. Конкретно здесь стоят сильно модифицированные в грим усилители верхней линейки Hypixen Core мощностью по 120 Вт на твиттер и медвуфер, расположенные они в одной из ножек. А на сабвуфере стоит 400 Вт на Hypixen Core. На подобных усилительных модулях сегодня строится львиная доля современных хенд-усилителей многих именитых производителей. Но вернемся к конструкции именно активной акустики, в которой использование раздельного пополосного усиления избавляет от самого слабого звена любой акустики – пассивного кроссовера, в котором и происходит львиная доля потерь и ухудшения качества. В этой же системе деление между полосами происходит с помощью активного кроссовера и умной DSP-системы, действующей еще в цифровом домене, еще до цифроаналогового преобразования. И вот тут наступает самое интересное. Каждая из этих колонок по три. По три цапа. По отдельному на каждую полосу. У твиттера свой цап, у медвуфера свой, и у саба тоже свой отдельный цап. Так что мы здесь имеем шесть динамиков, шесть усилителей и шесть цапов. Вот такая штука. И здесь также установлен фирменный клок, он же тактовый генератор Grim. Кто смотрел первое видео про транспорт, помнит, что Grim Audio – это короли студийных клоков. Они реально делают одни из лучших студийных тактовых генераторов в мире. И здесь они установлены в каждой из колонок. Между собой колонки левого и правого канала общаются по своему собственному проводному цифровому протоколу. И соединяются штатным кабелем с Ethernet-разъемами, которые помещены в патроны от XLR. Так что у вас не будет проблем с случайными поломками нежных пластиковых коннекторов, да, как и бывают на патч-кордах. Здесь нет. Еще интересный момент. Grim – это в первую очередь компания студийная. Они производят аппаратуру для профессионалов звукозаписи. И здесь в конструкции есть отголоски этой студийности. Входы здесь только балансный XLR. Один аналоговый и один цифровой. Также есть специальные Ethernet-разъемы. По ним происходит непосредственно подача всех аудиоданных и управляющих сигналов от сетевого плеера MU1. И, опять же, по какому-то их собственному закрытому протоколу. И есть XLR-выход на сабвуфер. Кстати, что касается аналогового входа. Поступающий сигнал с него сначала оцифровывается, чтобы попасть в DSP-процессор. Там он в цифре поделится на полосы и попадет на ЦАПы, оттуда преобразовавшись снова в аналог, на усилители и уже на динамики. Да, схема сложная. Однако она дает возможность подключить к этим колонкам хоть катушечный магнитофон, хоть виниловую вертушку в любой момент. Еще у колонок есть свой проводной пульт. Выглядит он, ребята, вот так. С двумя дополнительными цифровыми входами. Тоже эти XLR, ну, AES, EBU, да, которые... С помощью этого пульта можно регулировать громкость и выбирать активный вход. Плюс есть специальный выносной аудиоинтерфейс с USB, через который можно подключить колонки к компьютеру, где через приложение можно делать настройки. Что касается паспортных характеристик, то здесь мы увидим полосу от 20 до 27 тысяч герц, отклонение фазы не более 10 градусов, сигнал шум 114 дБ, цифровая часть их способна обрабатывать поток PCM вплоть до 24 бит 384 кГц и DSD до DSD-128. О чем еще можно мечтать? Ну, может быть, только о самой референсной версии этих колонок. Она, кстати, называется LS1BE, или B, может быть, не знаю, и предполагает использование уже совершенно ультимативного бериллиевого твиттера SIS и по-настоящему продвинутого низкочастотного звена с электромеханической обратной связью, минимизирующей искажения и дающей сумасшедшую точность внизу. Кстати, вот эти вот колонки средние в линейке, их можно в любой момент подвергнуть штатному заводскому апгрейду как раз до вот этой самой топовой версии за небольшую доплату прямо у вас в гостиной. Да-да, штатный апгрейд прямо от грим. Итак, вот у нас есть пара нидерландских киберколонок о шести ЦАПах и шести усилителях и их же прецизионный рун-транспорт. Все вместе это стоит, как неплохой автомобиль. Но, в отличие от последнего, грим не делают вредных выбросов в окружающую среду. По крайней мере, для вас. Соседи, конечно, могут с вами не соглашаться. В общем, вам достанутся только полезные флюиды. Каковы они? То есть, насколько хорошо все это звучит? Все-таки, эти два компонента стоят так, как настоящая большая, очень серьезная система. А тут вам предлагают только пару колонок и транспорт. И что, звук будет как у большой системы или нет? Отвечаю сразу. Да, конечно будет. Звука этот сетап дает действительно много. По характеру LS1 это абсолютно непредвзятые мониторы. Они дарят ровнейший, очень чистый, ясный и прозрачный звук. Они не тащат вас и не перетягивают на какую-то свою сторону. LS1 подают все так, как есть. Система старается быть максимально естественной на любой музыке. Вот, к примеру, новейший полуторачасовой альбом электронного музыканта Мэтта Катлера, известного как Loan. Он умело смешивает IDM, джангл и ломаные биты с эмбиентом и какими-то дэнс-мотивами. В общем, у него довольно разнообразная палитра. Причем он очень хорошо пишется, все очень выверенно и по-аудиофильски эффектно сделано. LS1 раскладывают эту музыку перед вами на внушительной по размеру сцене. Все очень эффектно благодаря какой-то нереальной сверхточной пространственной локализации. Все очень упругое, быстрое, динамичное. Каждый звук здесь будто лазером вырезан в пространстве. Ни малейшего намека на какую-то линцу или расфокусировку в какой-либо части слышимого спектра. Сразу слышно, что каждый элемент системы прецизионно подогнан. И все работает в абсолютной согласованности. Я в этом плане, кстати, подумал и удивился, что же предлагает топовый сабвуфер, да, если и этот очень хорош. Реально очень хорош. Что будет с апгрейдом, я даже не представляю. И, кстати, так как тут нет фазоинверторов, эти штуки очень спокойно относятся к близости стен. Я специально задвигал их практически вплотную к стене, и это не ухудшало звук. Ну, то есть, может быть, минимально, да. Я буквально из-за своей мнительности отодвинул их на привычное расстояние, переживая, что сигнал, идущий вверх от сабвуфера, будет негативно взаимодействовать со стеной. Идем дальше. Если говорить о живых инструментах, то вот вам интересный альбом Винсента Пирани, французского джазового аккордеониста и композитора. Крайне интересный и очень живой, энергичный, насыщенный необычными решениями альбом. Например, первая же вещь удивляет соседством аккордеона с хард-роковыми гитарами. И там на каждой вещи что-то любопытное происходит. Не буду спойлерить, сами послушайте. Это прямо очень хорошо. Даже при том, что я не люблю аккордеон со времен школьных уроков музыки. Эта система очень четко показывает вам каждый инструмент, в хорошем смысле раскладывая все на атомы, чтобы вам было абсолютно понятно, что из себя каждый из инструментов представляет. И в этой отлично прорисованной многофактурной картине никогда не происходят путаницы. Ясны границы сцены, положение каждого музыканта, то, насколько интенсивно он участвует в процессе и все такое. В общем, прозрачность, объем и тонкости на максималках. На моей памяти это одни из самых согласованно звучащих колонок. И что впечатляет больше всего? Тебе для получения этого не нужно страдать. Просто поставил их, подключил кабели и оно играет. И еще одна новинка вышла на днях. Его рокейшество Джек Уайт выпустил новый альбом, в котором он резвится с хардроком 70-х. С первых секунд ты получаешь внушительный грозный гитарный удар, приколошмачивающий тебя покачивающим втаг головой в точке прослушивания на 39 минут и 54 секунды. Божественный, очень эффектный объем. Джек все еще жив, друзья. И эти колонки сделают все, чтобы ты слушал его внимательно. Они чутки к мелочам и с большим удовольствием раскрывают перед тобой мельчайшие подробности Уайт-овского винтажного сетапа со всеми его дисторшенами, винтажными микрофонами и прочим убранством Third Man Records. В общем, кайф. Так что, друзья, перед вами отличная, уверенно звучащая система, но не лишенная каких-то особенностей. Недостатками я это боюсь назвать, но реально очень крутой звук она дает на любой музыке. Но! Эта строгая и почти мониторная подача, конечно, впечатляет частотой и прозрачностью, но это имеет и обратную сторону. Колонки не любят низкого качества, безостенчиво вываливая на вас огрехи записи или сжатия. Неважно записанную музыку, слушать с них... Ну, это не то чтобы боль. Они даже не то чтобы очень сверлят уши. Не сверлят. Но слушать такое не интересно, не увлекательно. Колонки совершенно не хотят маскировать или приукрашивать ради красивой картинки. Поэтому, если вы решите послушать на них кривую любительскую виниловую оцифровку, например, то у вас не будет боли, но вас может стошнить. Так что, покупая такое, не подключайте сюда девайсы с AirPlay'ем и не подпускайте к этому жену. С этой системой лучшим вариантом будет развестись и навсегда закрыться в специальном помещении. Вы с высокой долей вероятности проведете лучшие годы своей жизни во вдумчивом прослушивании. Эти колонки будут впечатлять вас сценой и не будут устраивать сцену. Но если серьезно, то, конечно, разводиться неразумно. Кто вам пыль с них протирать будет? Ну ладно, давайте подытожим. LS1 очень навороченные, невероятно слаженно работающие колонки все в одном. Да еще и выглядящие при этом как предмет интерьера. Они очень честные и нейтральные по звуку, абсолютно не ограничивающие вас в каких-либо музыкальных экспериментах и поисках. Да, они, вероятно, не подойдут тем, кто ищет какой-то особый подкрашенный почерк, красивую подачу какую-то вкусовую. Но в остальном, особенно в сочетании со своим родным транспортом, я думаю, что вы не найдете настолько же минималистичную систему с таким же высочайшим ультимативным уровнем звука. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова